Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии Александр Гамоля. Доброй ранец. На посяжении Гомельского облвыконкама разлежена ситуация по створении новых вытворчастей и процедурований на их же хороу региона. В целом по области ответное задание перевыконано, але у основным за кошт города Гомеля. А так само таких районов, як Будакашалевский, Ельский, Октябрьский, Светлогорский. С реальной ситуацией и перспективами ознайомимся Олег Синтеров. С початку этого года на Гомельске створено около 400 новых предприемств. Прекладнокожная третья из их у вытворчей сферы. Все равно наибольшь запотребованных сельская и лесная господарки, а так само опросовшая промысловость. Покажчики по створению новых прационных мест на деючих и новых предприемствах в планах областей заявились только в этом году. В относенных до Гомельской области это обовязковое працовоцкование 3600 человек. Кали мельковать по вынеках первого года ничего нереального в этом задании нема. Але при его ваконании не усюды уличываются изменения на рынку працы. У адрознений от еще недавних часов основная большость непрацующих сегодня мужчины больше 60%. Сирот наибольшь запотребованных на рынку працы работники сельской господарки, аховы здоровья и промысловости, колькость вакансий на рабочей специальности снизилась на треть. Не за потребованными застаются так само бухгалтеры, экономисты и юристы. Меж тем, за первое полгода в сфере эдукации на Гомельщине створены только 4 организации, у медицине 5, финансовой и страховой деятельности 2. Як выник, после достатково значного скорочения колькости официально зарегистрованных беспрацовных, рынок працы снова стабилизовался. Если в начале года мы имели зарегистрированных безработных в районе 8,5 тысяч человек, то начиная с апреля месяцев это количество начало уменьшаться. И за полугодие фактически у нас безработных уже зарегистрировано 7100. Точно так же изменяется только в другую сторону у нас пропорция с вакансиями. Если в начале года вакансий было около 3000 всего заявлялось нанимателями, то на сегодняшний день или за первое полугодие вакансий почти 8000. Почас посаджения Абрукангама, размова об шляхах створения новых працевных местов, по великим рахунку их не вельми шмат от притягнения инвестиций до открытия новых вытворчесов в малым и среднем бизнесе. И коли реализация инвестпроектов у невеликих районах связана с пыльными складанностями, то потребка приватных инициатив – задача больше реальная. А тому той факт, что маль у полови района Угомишины задание по створению новых вытворчесов не выполняется, напрямую связывается с недостатковой активностью местовой улады. Сегодня во всех районах створена специальная комиссия по оказанию допомоги приватному бизнесу, а не ущоды и они производятся эффективно. Туда приглашаются на уровне или председателя района, или заместителя председателя района. Приглашаются все службы, налоговые службы, службы МЧС, санэпидемстанции, которые консультируют людей, которые оказывают им поддержку при организации нового производства, рассказывают, как правильно это делать. И тогда, когда есть такой контакт, взаимный интерес, тогда и люди более активно вкладывают свои деньги накопленные и открывают предприятия, на которых потом работают люди, которые проживают на этой территории. По выниках обмеркования, вырешено унести у региональные планы по створению новых вытворчесов и про заводкование на их мясовых жахаров необходимые коррективы. На эту работу в оконкаму мадавели 10 дн. Олег Сантеров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Темчасом осветление работы органов мясового самокерованья сродками массовой информации стало темой выездного посяжения постоянной комиссии областного совета депутатов. Сустреча пройшла на базе Мазырского района. Под обязанностями володают корреспонденты телеканала «Мазыр». Повышение якости информационного контента и умоцывание процесса взаимодействия СМИ, органов улады и мясового самокерованья. Такие задачи сегодня ставятся перед редакциями журналистами региональных, электронных и друкованных выданий. Об роли газеты телебачения и усвящений социально-экономичного життя громадства и шла говорка подчас выездного посяжения постоянной комиссии областного совета депутатов. Средства массовой информации представляют 26 газет, из них 24 государственные, 6 телекомпаний, 5 радиостанций вещают в FM-диапазоне. В этом плане «Мазырь» является лидером, потому что по каждому из этих направлений есть что показать и есть что предложить нашему населению. То есть есть районная газета, есть телеканал свой, есть радиостанция, которая вещает в FM-диапазоне. У святая святых телевизийную студию гостей запросил телеканал «Мазыр». Знаемство с коллективом протягнула импровизованная сдымка передачи «Диалог у промым эфиры», где старшиня мандатной комиссии органично ужився у роли гостя программы. Это ваше первое впечатление. Давайте начнем с этого. Пребывание в вашем городе нас впечатлило от внешнего облика города Мазыря, ну и от вашей телекомпании. У 16-й школе удельники выездного посаджения познайомилися с подрастающим поколением журналистов. Тут школьники активно працуют над створением уластного молодежного телеканала. Депутата учакали и у редакции газеты «Життё по лессе». Профессийные коллекты у районки зауседы знаходятся на передовых позициях. У тым леку у пытаньях осветления работы органов местового самокерованья. Але, как кажуть, нема межы досконалости. Работа региональных средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления. Надо сказать, что в Гомельской области накоплен немалый опыт в этом направлении. Но, тем не менее, предела совершенства нет. Ещё есть определённый резерв. Очень важно, чтобы наши люди знали, как работают органы местного самоуправления, что находится в центре их внимания. И я думаю, что сегодня как раз будут найдены новые подходы в этом направлении. Выники сустречи и удельники подвели на пленарном посаджении. Пресса сегодня играя ключевую роль у формирования громадской думки, подкреслили члены постоянной комиссии. Оперативность, сумленность, объективность и докладность. То, и над чем грунтуется работа региональных СМИ. Кожный журналист повинен памятать про свою меру отказности за любое слово цей кадр. Катерина Юрченко, Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мазыр. Специально для телерадиокампании «Гомель». В Гомельской области для регулирования дорожного руху будут выкорыстовывать перасовные светлофоры. На самый ближайший час два такие объекты пополняют техничный арсенал областного управления Держа-Аутоинспекции. У першую чергу перасовные светлофоры планыют выкорыстовывать подчас массовых мероприемств на нерегулиемых пешеходных переходах. Гэта тышится участка у дорог, где значительно повялишивается рух пешеходов и транспорту. Такая мера дозволит снизить колькость аварийно-небеспечных ситуаций. У першыню выкорыстовывать новую технику планыют у Гомеля на день города. Перасовные светлофоры усталют на самых оживленных подчас святого пешеходных переходах на улице Пролетарской или Плоши Ленина, а так само на самой Плоши. Дороги, когда работа перасовных светлофоров на этих участках будет эффективной, не выключено, что там могут явиться и стационарные. Мы сначала посмотрим по передвижным на практике, потому что теория – это теория, теория – это хорошо, но когда на практике, чтобы не было у нас заторов транспортных по улице Пролетарской, так и со стороны улицы Советской на площадь и со стороны проспекта Ленина. Если будет эффективность работы этих светофорных объектов и регулирование движения будет даст эффект, то мы, конечно же, будем вносить предложение, чтобы на улице Пролетарской, где пешеходный переход, установить пешеходный регулируемый переход, кнопочный. Соправдная высокотехнологичная лаборатория по выросшиванию конопля выявлена у Светлогорском районе. ЖХ районного центра набил дом, увезся и целиком переобстольвал будинок для выросшивания наркотичных рослин. С подробностями Виталь Довге. Под час отпрацовки оперативной информации супрацовники Светлогорска, РАУС и патрульно-постовой службы милиции обследовали один из домов в вёске Карани. Капитальная побудова находится во властности 26-годового жихара Светлогорска. Як высветлился, дом был набыт и с конкретной метой организовать там лабораторию по выросшиванию марихуаны. На момент прибытия туда следственной оперативной группы было установлено, что две комнаты были специально оборудованы под плантацию и выращивание конопли. Этот дом был специально куплен, как я уже говорил раньше. За него по кадрастовой стоимости подозреваемый отдал порядка 10 тысяч долларов. И ещё порядка полутора тысяч долларов он отдал за то, чтобы привезти из России семена и оборудование специальное. Специальная система аэрации с поветро-чашальными фильтрами, датчики температуры вильготности, таймеры на светловое и орошальное обсталявание. Нешто подобное можно знайси, хиба что у лабораториях навыковых институтов. А тут наркоботаник, аматор с райцентра. Кажда, працаваў выклюшна для уласных потреб. Усяго у ягодуме знайшли 120 кустов конопляв. А крамя таго, у холодильнику, у банках с подшоколадной пасты заховывалася свыше 30 граммов сушаные рослины. Экспертиза подтвердила, гэта марихуана. Подозреваемый ранее нигде у нас не проходил по учётам. Уголовной или комитетративной ответственности не привлекался. То есть нигде по милицейским нашим сводкам замечен не был. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Виталь Дуги, Дмитрий Радзянко, Телерадио, компания «Гумель». Гумельская областная организация Беларусского товарыства «Червонога крыжа» суместно с городским центром социального обслуговывания семьи и дятей провела доброчинное мероприемство «Перший раз у перший класс». Для юных удзельников акции организаторы подрихтовали тетрализованное представление и приемные подарунки. Головная миссия «Червонога крыжа» – допомагать людям, які у гэты мают потребу. Шматликие доброчинные мероприемства с упрацовниками и волонтерами организации ладятся на протягу усяго года. На гэты раз керауністы областной организации Беларусского товарыства «Червонога крыжа» суместно с представниками Союза Жаншин и Управлением Верховного комиссара ААН по справах беженцев завитали до вымушенных переселенцев с Таджикистана. Гэта семьи, які звернулись с хадайництвом об отримании статусу беженцев, так полновартосно жить, працаваць і вучыцца ў нашай країне. Падчас доброчинной акцій гості уручылі децям портфелі з необходными канцелярскімі прыладами, а затым пропоновалі ім прыняць ў дзелу цікавым працтавлэні на тэму школьнага жыцця. Даре, че аналогічныя прыналежності. Падчас суместных акцій областной організацій «Червонога крыжа» і Саюза Жаншын ўжо отрымалі більш як сімсот дзятсей. На Чарзе яше прикладна трыста. Організаторы падкрэсливаюць, чужих дзятсей не бывая, тому яны мкнуться клопатіцца аб кожным, кому необходна їх патрымка. Меніж за місяць застаецца до буйной культурной падеї, што раз у два гады ў Вєрасні проходзіть ў Гомілі. Сё літаудзельніками міжнародного хорографічного фістывалю «Сожский караход» стануць звыщ 30 коліктываў з больш як 20 країн свету. Простаіваць сваю творшасці некалькі гомілських ансамблів. Чым плануюць ззівіць глядачоў танцоркі з «Каледжа Мастацтваў і Мяса Калоўскага», даведалася Наталья Ігнатянка. Хорографічны ансамблі гомілськага державнах «Каледжа Мастацтваў і Мяса Калоўскага» коліктыв молоды. У гэтым составі ён працуюся год-два гады. Однакі такого часу хапіла, каб дзяўчыны станцаваліся і навучыліся отчуваць адна-адну, як кажуть, спінным мозгам. Танцывальны коліктыв працюе ў жанрах модерн-джаз і контемпрары-джаз. На репетыцыі ў цех творчых ідей трыця курсницы прыходять амаль, што кожны день. Не так шмат часу застаецца до дебюта на міжнародным фестывалі «Сожский карагод». Хореограф і мастацкий кераўник Татьяна Мядведзева зауважае. Любыць алесны контакт ў танцы повинен супроваджацца поглядам. Навык фокусіровацца і будь ў моманте – тое, што адрознівая аматора от професіонала. Ну, есть такое выражение, знаете, цепляет. Иногда бывает, слушаеш музыку, і вот она зацепила. То есть зацепила, і прямо во время прослушивання рождаються какие-то образы сразу. Сразу може традіцца прям картинка. Сразу може традіцца, о чём ты хочеш поставить этот номер. Татьяна Мядведзева, до речі, з'являецца уладальніцей диплома за лепшую балетмейстарскую роботу на престижным танцевальнім конкурсе «Имя Рыбальчанки». Выделяцца на фоне конкурэнтаў сумешаць несумешальне. Вось тое, што приводзець до поспіху, упэвненый педагог. Мештым хореографічна композиция под назвой «От третій особы» повинна уразить членов журы. А поколь девчаты ходять на примерки концертных костюмов и шлифують майстерство работы у групе. Работы вообще не может быть, если каждый будет сам за себя. И то всё равно должно быть какое-то взаимодействие, какая-то поддержка. Как бы мы ни отработали, всегда есть какие-то мелкие, какие-то неточности, замечания. Пусть зритель этого не заметит, но сам ты будешь знать, и преподаватель всегда заметит, что что-то было. Выучение сучасных тенденций у сусветной хореографии, поширение и умоцывание межкультурных творчых взносинов, взаимодействие национальных культур. Вось Галунэ мы это фестывалю. Гэтай восэнью он пройдет у городе над Сожем у восьмый раз. Наталья Игнатенко, Максим Славин. Талерадую компания «Гомель». И об спорте у «Гомеля» отбудется международный товаристский турнир по гандболе сярод мужчинских команд. То есть делу с поборницей примут четыре команды. А крымя господаров гандбольного клуба «Гомель» за перемогу будет змогаться дубль Брецкого гандбольного клуба «Украинский ЗНТУ ЗАС» из Запорожья. А так само дзеючу ладальні кубка и сребраный призер чемпионату Молдовы «Тираспальский ПДУ ЗДЮШАР». Сегодня «Гомель» гуляет с ЗНТУ. Пачаток матча у Палаца Гунявых Видеоспорта у 19.01.15 хвилин. У субботу «Гомельчанец» гуляет с ПДУ. Завершать турнир наших гандболисты у неделю поядынкам с БГК-2. И на этом наш выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и сачыться за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин